Если в прошлом году на текущий период было уже выдано порядка 76 миллиардов рублей, то в этом году эта цифра едва ли достигла 35 миллиардов. Причинами такого снижения в Центробанке назвали грянувший в конце прошлого года экономический кризис и упавшие доходы населения. Населению выдано за этот первый квартал 2015 года 12 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда рублей – это ипотечные кредиты, направленные на приобретение жилья. Но несмотря на снижение объемов кредитования, общий долг как физических, так и юридических лиц перед банками остается на довольно высоком уровне. На сегодня и экономика, и население задолжали нашим банковским структурам 300 миллиардов рублей. Можно так говорить. Можно сказать по-другому, что 300 миллиардов рублей банки направили в экономику, направили населению. Вместе с тем в прошлом году значительно вырос уровень просроченной задолженности почти на 15%. В этом году ситуация стабилизировалась и рост количества просроченных кредитов составляет меньше 1%, что означает более ответственный подход населения к кредитованию. Продолжение следует...